Дырявая крыша, разрушенный фундамент и сырость на стенах. В таких условиях пенсионерка Елена Маркова живет вместе со своими детьми. Сын и дочь уже взрослые, но они тяжело больны, поэтому не смогли дать интервью. Муж у меня умер от рака. Девочке 27 лет, у нее эпилепсия. Эпилепсия у нее началась не с детства, но сейчас она стала прогрессировать. Это очень страшно. Сын стал лет 6-7 назад инвалидом. У нее рассеянный склероз. И так получилось, что он стал жить у меня. Дочь Ксения задыхается от любого всплеска эмоций. Предсказывать приступы помогает единственная подруга – собака Люся. Понимаете, она девушка. Ее хочется создать семью, иметь молодого человека. А вот с таким условиями мы не можем никак. Не получается у нее это. У сына Дмитрия отнимаются ноги. Последний приступ длился два месяца. Дмитрию пришлось заново учиться ходить. Ежемесячно семья выживает на 27 тысяч рублей. После оплаты коммуналки и лекарств на еду остается не больше 10 тысяч. Дом, в котором живут Марковы, продолжает виджать. Помощи здесь не ждали, но она пришла. От волонтеров 33-го региона. Мы ей сейчас поставим просто дом на нормальный фундамент. Сделаем фундамент на эти блоки специальные. Чтобы он у нее совсем не упал. Потому что он тут стоит на пеньках. Потом поставим. Сейчас зальем эти все штуки. Сделаем. Поставим. Приедем на следующей неделе. Спустим. И, наверное, заедем большой дружной командой. Уже разберем крышу. Чтобы спасти дом от сырости, Елена закрывала прорехи подручными материалами. Волонтеры решили сначала разобрать самодеятельную защиту. А затем уже привести крышу в порядок. Она просто не снаружи делала, а изнутри. Пакеты какие-то приклеены. У нее, не знаю, на гвозди прибиты. Соответственно, когда дождь идет, он идет и под этот пакет. И там все это преет, гниет. И все равно вода-то по-любому идет в дом. И у нее во многих местах, где протекает, там вся крыша в этих пакетах. Все работы волонтеры проводят на деньги, собранные неравнодушными жителями области. Информация о том, как помочь семье Марковых, размечена на странице Андрея Берекова. Когда ремонт будет закончен, волонтеры публикуют отчет с фото и чеками. Ирина Начерова, Евгений Волков и Егор Герасимов. Губерния 33.